В Омском авиационном колледже А с 1983 по 1985 служил в Афганистане В горах кто выше, тот и, будем говорить, главнее обстрелить Чтобы наши колонны не обстрелили, наша задача была вот этими маленькими группами вершины занять И обеспечить проход вот этих войск Это где-то около месяца мы там вели боевые действия успешно И вот погода была нелетная, как раз наш батальон выходил на отдых После месячной работы мы выходили на свою базу, в Анову, населенный пункт Ановак Где у нас стоял батальон, чтобы помыться, привести себя в порядок, отдохнуть немножко И вот в этот момент батальон, у нас вторая рота попала в засаду Командир батальона погиб 18 человек было раненых, доктор погиб, Женя Козлов Вот, и, то есть, управление батальоном было потеряно Ну, и мне пришлось возглавить батальон Сбить с высот тушманов, будем так говорить Ну, и с такими, с минимальными потерями мы вышли, будем говорить, из этого боя Управление было восстановлено, оказана помощь раненым Вот, и эвакуация произошла раненых Ну, и мы вместо отдыха, вот, продолжали выполнять боевую задачу Так что вот, за это мне было присвоено звание Героя Советского Союза Что вы для себя понимаете под понятием экстремизм? Ну, экстремизм это страшная вещь Просто так, чтобы, говорится, убить человека, это очень самое страшное Это самый большой грех И, конечно, нужно делать как можно больше добрых, хороших дел Учиться, 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 еще раз учиться Вот, видеть хорошие люди, хорошо к людям относиться Как ты будешь относиться к своему другу, так вот к тебе будут относиться Поэтому и в семье должно быть хорошее отношение И у вас, вот, в ваших группах вы должны друг другу помогать, оказывать помощь Я не знаю, как у вас в гражданской среде А у нас, в нашем коллективе, это вот армейская дружба, соперничество, помощь, оказание помощи Вот, и морально бывает иногда очень важно человеку помочь Поэтому, в этом плане, вы должны быть таким единимым, хорошим дружным коллективом Сами парни, молодые люди говорят о том, что армия, служить в армии, это просто трата времени Как вы считаете, какая разница между парнями служившими и не служившими? В армию попасть, это, я считаю, что здорово У человека, ну, появляется совершенно другое мнение потом о жизни, по приходу Вот, поэтому я считаю, что вот мальчикам надо обязательно Вот, сходить в армию, девочкам, которые хотят, пожалуйста, один год послужить Я думаю, это потом с гордостью говорить своему сыну Ну, сынок, а я служил, ну-ка ты послужи, попробуй Поэтому, все-таки, это почетно В армию надо побывать всем Вот это не срок Очень многое зависит от вас Сколько вы вложите своего труда в то, чтобы Россия существовала Была огромным государством, мощным государством Это зависит от всех нас В рамках встречи Николай Кравченко рассказал об учебе в Омском кадетском корпусе И продемонстрировал фильмы, созданные курсантами А после герой СССР передал в библиотеку колледжа книги о патриотизме Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова